Она вместо жительства гребенских казаков, которые разделяли ингушей и чеченцев, привезла так называемых курайшитов, которые на самом деле были йеменскими евреями. Они арабоязычные. А нынешние, которые вот там сейчас сидят, Рамзал Кадеров, они принадлежат к этому нижнему полюсу тарикатов. То есть те были, значит, у нас на Глебанди, а эти Кадериты, это бедные. Это тарикат для бедных. Они там волкообразные, такие как волки. Ну то есть они не имеют отношения к курайшитам. Правящий класс Хаджейн в Центральной Азии, это потомки первых трех халифов. Абубакр, Умар, Усмана, Ходжагон. Есть вот эти вот в Чечне, например, Дениевы, Арсановы, Дениевы, тоже потомки так называемых курайшитов. Есть. Я занимался этим вопросом, так очень серьезно, в бытность создания Исламской партии Возрождения. Этим вопросом занимался, да еще там, в Таджикистане. И я пришел к выводу, что это все евреи, которых понавезли в 18-19 веке, кого раньше, кого позже. Например, после пленения имама Шамиля царская охранка сделала такой ход. Вот, он, например, был у меня такой близкий достаточно друг, Мусам Алиев. Он представлял Исламский комитет в Грозном. Раз он мне показывает такую вот, ну, прям, такого формата, ну, такого формата, фотографию. Точнее, вот здесь вот такие маленькие, вот, как бы, иконки-кленмы, да, внутри которых портретики фотографические. Вот. И там идут старики в попахах. И он говорит, вот это основоположники Вирдов. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что это создатели суфизма в Чечне? Да, он говорит, это вот шейхи-тарикатов, вот, а вот с них, как бы, все основоположники Вирдов. Я говорю, то есть вот, ты вот подумай, когда появилась фотография? Ну, на Кавказе. Ну, допустим, братья Любьер тогда-то, а вот на Кавказе, ну, допустим, 80-90-е годы обычное дело уже. Жело там дошло до того, чтобы старик сфотографировался, это уже начало, наверное, 20-го века. Ну, допустим, я говорю, ты хочешь сказать, что до этого не было Вирдов, суфизма, да? Вот, то есть это вот как они могут быть основоположниками чего бы то ни было, когда сами фотографии свидетельствуют о том, что это люди, которые самое, так сказать, ранее сфотографировались в 80-е годы, а то и в 90-е. Вот как они могут быть основоположниками чего-то? А до этого было имамат Шамиля, там все, это как вот? Ну, тогда же не было фотографий. Он так задумался. Я говорю, ты понимаешь, что это все новодел? Что все эти старики фотографии, это не аутентик, это новодел. Он так задумался. А я ему дальше объяснил. Когда Иван Шамиль сдался в ГУНИБе, охранка сделала спецоперацию по изменению сакрального поля в регионе. То есть, она вместо жительства гребенских казаков, которые разделяли ингушей и чеченцев, привезла так называемых курайшитов, которые на самом деле были йеменскими евреями. Они арабоязычные. И они стали позировать в роли курайшитов. Ну, а горцы же, они неграмотные. Они видят, что это старики с седыми бородами, огромными черными глазами, очень экзотические, говорят, по-арабски. То есть, это вот старцы. Они были основоположниками вот этих вот новых Вирдов. А если мы возьмем и внимательно посмотрим на вот всю эту братью завгаевцев, вот Динеевых, Осановых, которые убежали после первой чеченской, то там ничего кавказского в них нет. Я просто их видел. Здесь вот сидел самый однофамилец Джохар Рудник Дудаев. Осторожник Соргдей. У него после поражения в начале Хасавьюрты все время паслись вот этот самый Бугаев, Абдулла, вот этот вот Джамад Аддин, по-моему, Якуб, вот этот мэр Грозного при Завгаеве, да, они все выглядели очень ливантийские, ливантийские типы. Просто чеченцы такие никогда не бывают, ливантийский тип, еврейский такой. Вот, очень многие среди них были просто вот, например, вот Мухаммад Динеев, это близкий друг Адалято, по-моему, он такой босс в нефтяной отрасли. У него этот сын вообще пищащим голосом говорил, и, так сказать, явно у него был пониженный тестостерон, проблемы с гормонами, да и у самого тоже проблемы с гормонами, семитоидный тип у всех. А это все такая вот элита этих украшек. Вот, а нынешние, которые вот там сейчас сидят, Рамзал Кадеров, они принадлежат к этому нижнему полюсу тарикатов. То есть, те были, значит, у нас на Грманди, а эти Кадериты, это бедные. Это тарикат для бедных. Они там волкообразные такие, как волки. Вот, ну, то есть, они не имеют отношения к Курайшитам. А вот Курайшиты, они уже после того, как сбежали, они здесь вся копались. Вот. А что касается Средней Азии, там этот процесс раньше произошел. То есть, я думаю, что туда вот эти еменские евреи набежали в эпоху приходок власти мангытов. В Бухарском эмирате. Мангыты пришли, а династия мангытов в Бухарево царилась за 250 лет до революции. Ну, то есть, это где-то 1750-й какой-то, да, такой. Вот в это время, то есть, это первое, как бы, так сказать, продвижение русских в ту сторону, в центре, в сторону Азии. Субтитры создавал DimaTorzok